Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Если бы не береза, автобус с детьми мог упасть в реку. Видео и первые подробности с аварией, в которой чудом никто не погиб. На дачах, в парках, у подъездов все чаще находят змей. Стало ли их больше и как при встрече с рептилией вести себя человеку. На Алтае может появиться площадка для кемпинга, для всех, кто захочет отдохнуть на Чуйском тракте, где предполагают ее создать и нужно ли это жителям края. Улетели в обрыв. От падения в реку автобус спасли деревья. Сегодня появилось видео и стали известны подробности вчерашнего ДТП, в котором пострадали дети. Всего в салоне автобуса было 33 ребенка и два сопровождающих. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Дорога, резко переходящая в обрыв. Несколько десятков метров вниз и река Аной. Казалось бы, привычный для этой местности участок, но дорога гравийная, близко к обрыву, а поток машин в туристической по сути местности огромный. На участке автодороги в Солонешинском районе произошел съезд трассы автобуса, в котором находилась спортивная команда из Барнаульской школы Олимпийского резерва. Один из очевидцев происшествия, девушка из Барнаула, уже рассказала местным СМИ, что водитель автобуса уклонялся от встречной машины, поэтому и сошел с трассы. Девушка описывает, что 60 метров по обрыву автобус скатывался, затем перевернулся. Люди из проезжающих авто оказывали помощь, связывали тросы, чтобы дети могли подняться на дорогу. К счастью, жертв нет, пострадавшие есть. Травма, полученные 4 ребенка, им потребовалась медицинская помощь. Также травму получил водитель транспортного средства. Ехали, натягивай! Со слов очевидцев, у водителя переломы, разбита голова. 52-летний мужчина госпитализирован в районную больницу. С обсуждения этого инцидента Виктор Томенко начал сегодня заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, по итогам первого квартала 2022-го, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число погибших в ДТП выросло в полтора раза. По состоянию на 19 июля, в результате аварии на территории края погибло 130 человек, шестеро из них – дети. Губернатор призвал ответственных мобилизовать силы, чтобы исправить ситуацию на дорогах. Анастасия Дороган, день с толком. Возможность работать по госзаказу промышленным предприятиям края и страны в целом – один из вопросов 8-го межрегионального форума, посвященного проблемам импортозамещения и экспорта в новых экономических условиях. Мероприятия с участием экспертов из разных регионов страны проходят в крае второй день. Подробности далее. Большой экономический форум – десятки экспертов, представителей реального сектора экономики. Они обсуждают и в конференц-залах, и на производственных площадках, как пережить нелегкие времена и нарастить по итогам обороты. Из-за санкций тяжело сейчас приходится промышленникам, и особенно в регионах. По экспорту товаров сейчас, конечно, усложнилась ситуация на рынке, и как в связи с финансовыми ограничениями, то есть с переводами денежных средств, так и с составляющей имиджевой, с репутационной так называемой составляющей, когда наши высокотехнологичные продукты за границей становятся продвигать все сложнее и сложнее. За последние полгода заводам, что в основном работают на экспорт, пришлось срочно осваивать новые рынки. С запада переориентироваться на восток. Но без знания тонкости ведения бизнеса в Азии не обойтись. И важно грамотно перестроить логистику. Выстроить нужно целые цепочки по сбыту и, наоборот, приобретению необходимых товаров. Мы ожидаем проседания, прежде всего, машинотехнической продукции. Насколько по объему, например? Я не беру сейчас говорить, потому что, понимаете, у нас очень скачкообразно. Это было и начало года, и, соответственно, потом резкий провал. Сейчас чуть-чуть где-то восстанавливается, но просто тут цикл для перехода на другие рынки для промышленной продукции, он, конечно, более долгий, и он не как сельхозпродукция. То есть требует времени, и, соответственно, медленнее все изменения проходят. Поэтому существенное падение по маштеху мы ожидаем. Но посмотрим к концу года. Пусть медленно, но промышленность перестроится, уверены эксперты. Для помощи ей на уровне федерации сейчас принимают разные меры. Разрешена возможность параллельного импорта, субсидий и льготные кредиты. Поддерживают не только экспортеров, но и тех, кто решил осваивать внутренний рынок. Конечно, ориентируемся, в первую очередь, на внутренний рынок. Сейчас высвобождается ниша в связи с импортозамещением, потому что многие конкуренты наши, их деятельность на территории страны усложняется. И мы здесь надеемся на замещение того выпадающего объема экспорта, который можно было бы заместить внутренним спросом. Мы надеемся как раз на этом форуме в том числе обсудить вопросы размещения госзаказа на родных предприятиях. Еще два дня участники форума будут обсуждать, как заместить импортные товары, которые прежде у нас не производили. По итогам большой встречи эксперты должны выработать предложение, которое рассмотрят на федеральном уровне. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Жители Алтайского края беспокойны нашествием змей. Все чаще и чаще люди натыкаются на ползучих рептилий. Их встречают на дачах, у жилых домов и в городских скверах. Один из последних случаев – змея в Центральном парке Барнаула, куда на аттракционы приводят малышей. Как вести себя при встрече со змеей и правда ли, что гадов в нашем регионе стало больше – в следующем сюжете. Это Николай, профессиональный заводчик змей. Коллекции его домашних питомцев насчитывает почти 80 особей. Один из них – Иван, спокойный и добродушный императорский удав. Совсем не ядовитый, любимец и гордость Николая. Их дружба длится уже около 10 лет. Они в принципе в большинстве своем очень адекватные звери. У них свое помещение, своя комната, световой режим. Содержать одну-две змеи дома, то никаких не возникает особых условий. Достаточно все просто. Неприхотливые, да? Да, в плане ухода не требуют каждодневного прикладывания рук, как кошка, собака, как те же попугайчики волнистые. В наших краях императорского удава не встретишь, а вот наткнуться на юркого ужа или даже проворную гадюку вполне возможно, считают серпентологи, специалисты по змеям. В города гады могут заползти в поисках пропитания, но чаще все же спасаясь от жары. Ужей у нас достаточно много возле Барнаула, потому что уж – это обитатель, именно около воды встречается. Пребывает себе пищу либо на воде, либо около воды. То есть рыбой питается, лягушками часто, да? То есть он у воды живет, в принципе, уж – это его место обитания. А вот аттракционы, где-то здания, там уже укрывались они, возможно, от жары, от хищников. Выходит, изменения климата и повышения температуры все же влияют на популяцию и места обитания присмыкающихся. Правда, пока ученые осторожничают с такими выводами. Но в то же время и не скрывают, что этим летом своим поведением удивляют и многие дикие животные. Медведей встречали в Косихинском районе и всего в 30 километрах от Барнаула на Правдинском водохранилище. А лоси так вообще стали завсегдатыми гостями краевой столицы. Дело в том, что мы сейчас же очень активно вторгаемся в среду обитания этих животных. И поэтому, конечно, они чувствуют беспокойство со стороны человека, все возрастающее. Ввиду большой конкуренции за пищу, надо молодняк сразу же расселять, отселять, выгонять. И поэтому они начинают вот эти свои походы. Если вам довелось встретиться с шипящим представителем фауны, а всего их в крае обитает пять видов, важно сохранять спокойствие. Просто пройти мимо. Просто не трогать ее, не преследовать, не пытаться ее поймать, не пытаться на нее наступить. Она первая на вас не бросится, никакого опасности. Она попытается скрыться для начала. Если ей уже скрыться не удастся, вы ее в угол загнали или преследуете, ловите ее, тогда она уже начнет защищаться, обороняться, сворачиваться кольцом, трясти хвостом. Отличить ядовитых от обычных змей, говорят специалисты, несложно. Характерный признак – зрачки. У первых они вертикальные, у неядовитых круглые. Но вот успей, рассмотри их форму при встрече с гадом. Поэтому пригодятся знания о местах обитания змей. Щитомордник живет в предгорьях и прячется между камней. А вот обыкновенная гадюка любит влажные леса. Но ближе всего к людям живут безобидные ужи и полозы. Такого нашествия нету. Они как бы стараются не конфликтовать с людьми сами змеи. Мария Мацаева, Вадим Быстрецкий. День с толком. На Алтае может появиться региональная кинокомиссия. Это специальная организация, которая должна помогать организовывать съемки и привлекать к ним крупные компании. В некоторых субъектах страны кинокомиссии уже есть. По мнению Министерства культуры нашего края, Алтай с учетом его вклада в киноискусство страны не должен оставаться в стороне. Вопрос в поддержке кинопроектов обсудили в Барнауле известные российские кинорежиссеры и сценаристы. Их встреча прошла в рамках Шукшинского фестиваля. Настала пора прорубать окно не в Европу, а в Россию. Нерадужный вердикт. В отечественном кино мало отражается реальная повестка и зрителям незачем идти на сеанс. Это одна из причин неполных залов. Поднять интерес к фильмам несложно. Кино должно показывать и решать проблемы регионов, уверены эксперты. Снимается, допустим, даже тот же «Левиафан», который трудно назвать с точки зрения смысла в каким-то социально желательным кино. Но, тем не менее, он помогает поднять просто, значит, Тереберку. И там огромный толпу туристов, замгубернатора как раз рассказывал о том, что ему, в общем, этот фильм не очень понравился поначалу, но когда вдруг оказался положительный социальный эффект, очень велик, то уже как бы отношение изменилось. Эффект случайный, но почему бы к нему не подводить, рассуждали на заседании в рамках Шукшинского кинофестиваля. Здесь говорили о будущем не столичного кино. Качество и количество отечественных фильмов. Этот вопрос обострился после введения санкций. Эксперты понимают, что одной Москвой дыры не заткнуть, да и незачем. В разных территориях страны можно создавать качественные самобытные картины. Вопрос, как? Спасибо огромное региону. На первом этапе самая минимальная поддержка на аренду аппаратуры была. Региональное кино возможно существование с помощью местного сообщества предпринимателей. Правильно подготовить документы на грант или госфинансирование могут не все, а критерии госзаказов не конкретны. Региональные кинопроизводители не умеют общаться с продюсерами. Сдвинуть с мертвой точки развитие киноиндустрии должны специальные кинокомиссии. В некоторых регионах они уже есть, Алтай на очереди. Эта организация привлекает в регионы крупные кинокомпании, помогает создателям фильмов с логистикой и в переговорах с властями. Но что уже точно, через пару месяцев в Москве должны презентовать проект калькулятора. Посредством калькулятора просчитать, где наиболее оптимально, с учетом локации, с учетом взаимодействия с местными властями, наиболее оптимально найти цену решения своего продюсерского проекта. Столичные кинотеатры, а все-таки мы все прекрасно знаем, что руководители сидят в Москве и в других регионах, они пускают наши картины. Возможно, стоит пересмотреть и объем локального контента в мультиплексах. По словам экспертов, Netflix, сервисам по прокату кино, доказано – региональные картины весьма востребованы зрителями. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. На въезде в БИСК могут создать площадку для кемпинга. Как сообщает в Краевом управлении по развитию туризма, для таких специализированных мест есть 10 участков. У нас сейчас таких объектов практически нет, а необходимость в них есть. В Алтайском крае, в общем, Национальной ассоциации автомата, туризма и караванинга уже было проведено обследование, где можно было бы такие площадки создать для караванеров. Этот проект возможен, но с участием государственной и частной инициативы. Но как все будет выглядеть, пока неизвестно. Такую идею сегодня предлагают развивать частным предпринимателям, которые могут получить грант на подобные проекты. И поскольку первая площадка для кемпинга должна появиться в БИСКе, мы решили узнать, как к этой идее относятся жители Наукограда и действительно ли им необходим такой вид туризма. Если отдыхать, то в Турцию куда-нибудь. Там более цивилизовано. Многие хотят отдохнуть, но, ну, не знаю, может быть, не любят эти домики или что. Вот у меня, например, дедушка очень любит отдыхать с палаткой, куда-то уехать далеко от людей, суеты, разложить палатку. То есть ему это подойдет? Вот именно что для приезжих. Не для местных, а вот для приезжих, кто приезжает. Можно. Ближе к горам там сколько баз уже? То есть не нужно. По Чуйскому тракту конкретно там уже достаточно, по-моему, вот так, перенаселения. Это только где-нибудь за Чикитаманом ближайшее. Вот они приехали к нам откуда-то, неизвестно, да, отдохнули, а нам пакость оставили, извините, конечно. Ну, мы поехали, поехали до Ташанты, до Джазатора, на Кату и Рейк. Ну, то есть кемпинг – это вариант? Поэтому у нас свои палатки, мы ставим все с собой и газовая плита, и все, что угодно. Сотрудники полиции, эксперты криминалистической службы МВД России провели для своих, можно сказать, юных коллег, обучающие занятия. В лагере «Юность» Егорьевского района состоялась профильная смена для ребят из правоохранительных отрядов. Чему научились будущие сотрудники полиции, расскажем далее. Спортивные соревнования и конкурсы, мастер-классы по раскрытию преступлений и оказанию первой помощи, обучение приемам самообороны – все это лишь часть насыщенной программы для школьников. Поучиться у профессионалов своего дела съехались ребята с кадетских и общеобразовательных школ – Барнаула, Бийска, Олейска, Горняка, Троицкого и других районов нашего края. Каждый участник смены в лагере оказался не случайно. Я пришел в школу номер 53 с правоохранительным уклоном, потому что я собирался поступать и до сих пор собираюсь. У меня цель – поступить в Новосибирское высшее военное командное училище. 53-я школа дает возможность знать все моменты строевой подготовки, огневой, криминалистика и работа в команде. Участники смены почувствовали себя настоящими борцами правопорядка и погрузились в атмосферу полицейской жизни. А как найти преступника по горячим следам и подружиться с немецкой овчаркой и верным помощником следствия, рассказали и показали кинологи. Все, то есть я его не направлял, ничего. Закладка. Собака сейчас замрет на этом запахе. Побывать на огневом рубеже, сделать меткие выстрелы и совершить марш-бросок – действие, которое под силу только слаженной команде. Ну, здесь прям мне понравилось, потому что здесь все так быстро и, ну, действительно, после вот этого задания, после марш-броска мы стали как-то сплоченнее, потому что там все вместе, там где-то помог, где-то подсадил. Также мне понравилось еще задержание бандита, когда надо было провести следствие и найти человека, который украл машину. По итогам смены и спортивных состязаний первое место заняла команда из Михайловского района, второе взяли ребята из Горняка, а третье – из Троицкого района. К сожалению, барнаульских ребят в этом списке не оказалось. Однако они пообещали наставникам, что следующим летом покажут высокий результат. Мария Мацаева, День с толком. В Гмилике море бьется о скалы. В Государственном музее развернули выставку иллюстрации к роману Николая Дворцова. В нем алтайский писатель рассказал о немецком концлагере, через который в годы Великой Отечественной прошел сам. Какими сегодня увидел художник Зайков его героев, уже знают мои коллеги. Велимайр – немецкий комендант лагеря военнопленных. Таким его увидел Николай Зайков, художник и иллюстратор книги «Море бьется о скалы». Ее автор – Николай Дворцов, узник концлагеря Берген-Бельзен. Архивные кадры. Этот ужас пережил Дворцов. В 61-м году он издал на Алтае книгу, в которой рассказал о чувствах умерших и выживших. Трудно представить себе, через что прошли эти люди. В то же время книга, на удивление, не вызывает чувства ужаса. Наоборот, в ней есть надежда. Возникает чувство сопереживания героям, которые выжили даже в условиях фашистского ада. Потому на белых листах бумаги и появился черный калаш. На пути к кульминации Зайков добавляет напряженные портреты и вставляет в композицию фрагменты текста. Я могу сказать, что, например, для меня Николай Сергеевич Зайков, автор иллюстрации, как художник, он очень близко выразил виденное мною при прочтении текста Николая Григорьевича Дворцова. Но я считаю, что каждый должен составить свое мнение. В тупых глазах и мечта. Правда, не о мире. В Норвегии Майер грезил об украинском поместье, но в 46-м Киевский суд накинул петлю ему на шею. Что расскажут другие иллюстрации, еще можно рассмотреть и осознать. Выставка Николая Зайкова в Гмилико завершится 6 августа. Елена Кузовкина, Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok